МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь собственники в Благовещенске обеспечили жильем всех ветеранов Великой Отечественной. За забором вандалы побуждают руководство ОКЦ закрыть часть территории культурного центра. Сами себе детективы. Жители трех Благовещенских бараков каждую ночь идут по следам злоумышленников. Об этом и многом другом вам расскажут корреспонденты информационного агентства «Город» в студии Кристина Добровольская. Здравствуйте. В Благовещенске не осталось ветеранов, нуждающихся в жилье. Последние семь квартир в этом году приобрели по федеральной программе. Две из них сегодня лично осмотрел губернатор, чтобы понять, насколько ответственно родственники подошли к обустройству жилплощади. Зачем это понадобилось, сейчас узнаете. Вот хотим шкаф-купетом установить, там маленький переделать. Алексей Григорьев делится планами с губернатором, как обустроить купленную для деда-ветерана Алексея Тупикина квартиру. Это будет подарок к двойному празднику – Дню Победы и Юбилею. В июле дедушке исполнится 90 лет. Дедушка ветеран войны, он участвовал в войне с Японией, службу проходил здесь, у нас, на Дальнем Востоке. Раньше вообще жил дедушка в Райчихинске, но так как ему уже трудновато в связи с возрастом, сам себя обеспечивает, то есть варить, убирать. Он уже, наверное, года как три живет в аэропорту вместе с дочерью, с моей мамой. Квартиры для ветеранов, которые приобретаются родственниками по федеральным сертификатам, обычно проверяют специалисты Министерства социальной защиты, а сегодня это сделал сам глава региона. Объяснил, родственники бывают разные. Мы к радости или к сожалению вовремя выявили три таких случая по области, когда ветеранов пытались обмануть. И сейчас вот как раз проверяем, как выполняется указ президента. Мое распоряжение на предмет того, чтобы все квартиры должны быть вместе с родственниками. Посмотрели, уютно, лифт работал, чтобы могли добраться. Мы понимаем прекрасно, что это наследство останется детям, внукам. Ветераны должны воспользоваться тем правом, которое есть. В Благовещенске сейчас проживают 200 ветеранов Великой Отечественной войны. В жилье не нуждается никто. Последние семь квартир по федеральной программе приобрели в этом году. На каждую выделили по полтора миллиона рублей. Мы проезжали где-то три недели назад, эти квартиры все смотрели. Я вам хочу сказать, что некоторые три квартиры, которые люди продают ветеранам, они продают их с мебелью. Квартиры очень хорошие, очень ухоженные, мебель прекрасная, ремонта там никакого не нужно будет делать. И наши ветераны идут с большим удовольствием в те квартиры. Кристина Добровольская, Денис Лугов, программа «Город». В преддверии Дня Победы двое благовещенцев получили очень редкую награду – медаль за заслуги перед родным городом. Почетные знаки им вручили мэр Благовещенского Валентина Калитая, председатель городской думы Степан Попов. Аллу Качуру, председателя городского совета ветеранов, и Галину Попову, руководителя благотворительной организации «Сотвори добро», наградили на концерте, посвященном Дню Великой Победы. Каждая из них бесспорно заслужила это поощрение. Вклад Аллы Качуры в сохранение памяти о героях войны огромен. При ее содействии имена воинов-амурцев навечно вписаны в историю страны. А Галина Попова ребенком пережила все тяготы войны и посвятила жизнь помощи другим. Их старания и подвиги тех, кто сражался за мир в военные годы, переоценить невозможно. Мы благодарим вас за ваше мужество, за вашу стойкость, за вашу неизгибаемую волю, которую вы проявили. Преодолевая те огромные и колоссальные трудности, которые выпали на вашу долю в годы Второй мировой войны. 7, 8 и 9 мая ветераны и их сопровождающие смогут совершить прогулку по Амуру на теплоходе. Совершенно бесплатно. Ежегодно ради тех, кто прошел войну, Амур-Ассо на несколько дней открывает навигацию раньше положенного срока. Три судна начнут работу 7 мая в 11 утра. Отходить от пристани в районе Калинина-1 корабли будут каждые полчаса. Последний рейс отправится в 9.30 вечера. Прогулочные теплоходы вместимостью до 180 человек будут курсировать по Амуру три дня. Основная навигация откроется только в 20-х числах мая. Количество рейсов 16-го садоводческого маршрута увеличится. Такое поручение городской администрации дал губернатор области после того, как лично пообщался с пассажирами. На остановку в районе Ленина-Богдана-Хмельницкого он зашел во время проверки готовности города к 9 мая. Люди, воспользовавшись случаем, попросили продлить время работы основного садоводческого маршрута 16-го. Александр Козлов пообещал, что с 11 мая автобус начнет ходить на час раньше. Первый выезд в 7.20, последний в 19.05. Число рейсов увеличится до 13. Кроме того, на следующей неделе специалисты приведут в порядок дороги до садов, прогрейдируют и сделают ямочный ремонт. А летом на остановке оборудуют закрытый павильон. Теплые остановки с теплом, закрытые. Мы также их в течение летнего периода к осени установим и здесь. Дополнительно к тем местам, которые уже есть. Потому что много людей скапливается, пенсионеры в основном. Где-то дождь, ветер. Можно зайти в тепло, погреться, пообщаться. То есть это удобно и комфортно. С садоводами губернатор общался около получаса. Многие подходили не с просьбами, а просто поблагодарить за работу. Я только первый раз еду в сады. С удовольствием еду отдохнуть. До этого на машине никогда. А какие вопросы? Никаких. Но какие могут быть вопросы в нашем городе? Все нормально. Первая в этом году трагедия на воде произошла в Сковородинском районе. Вблизи села Джалинда утонул 32-летний мужчина, рыбачивший на реке Невер. Сообщение о случившемся поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 4 мая. На место тут же выехали полиция и спасатели. Им удалось обнаружить и извлечь из воды тело погибшего. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося. 652 тонны мусора вывезли на полигон бытовых отходов в рамках акции «Чистый город». Ее итоги подвели в городской администрации. За месяц, что длилась «Чистая акция», на субботники вышли 136 организаций. Однако за некоторыми, видимо, придется убирать еще раз. Навести порядок они сумели, а вот мусор, куда положено, вывезли не все. В городе образовалось более 30 несанкционированных свалок. Например, Настровского, 45 и самый проблемный участок – улица Нагорная. Заместитель мэра Владимир Константинов поручил взять этот участок на особый контроль. Улица Нагорная, та, которая идет поверху, она у нас превращена в сплошную свалку. Поставят там камеру, временную камеру. Надо найти тех гаденышей, которые туда валят, и за их счет убрать. Хотя бы половину этой свалки, а другую половину других гаденышей. А в целом, отметили в городской администрации, в нынешней «Чистой акции» горожане участвовали как никогда активно. Не только мели и гребли, но и белили, бордюры и деревья. Вместе с ГСТК Благовещенцы защитили от паразитов более 12 тысяч стволов. Руководство общественно-культурного центра решило прибегнуть к крайним мерам. Часть территории скоро закроют для посетителей. Все из-за вандалов. За 9 лет фасад ОКЦ серьезно пострадал. Гранитные плиты исписаны вдоль и поперек. При этом заменить или очистить облицовку практически невозможно. Подробности у Натальи Спицыной. Генеральная мойка фасада, еженедельная забота сотрудников ОКЦ. Что не день, то новый автограф от вандалов. Краску приходится отмывать. Вот только шероховатый гранит – идеальный холст. Практически не поддается чистке. Конечно, конечно, она поддается, но с большим усилием. Это только уайт-спиритом, отмывать с тряпкой. И то не факт, что отмоется, потому что будут очень сильные разводы. Так что приходится только водой и напором большим. Больше всего пострадал заезд, через который провозят декорации на сцену. Здесь практически не осталось живого места. Все исписано. Бесполезно говорить, бесполезно делать замечания. Здесь вот как рисовали, так и рисуют. Площадка внизу тоже не радует глаз. Вандалы даже умудрились разбить гранитную плитку на вентиляционной шахте. Поэтому доступ в эту зону руководство ОКЦ решило закрыть. Мы вот эту вот часть загородим. Здесь будет металлический забор для того, чтобы просто сюда уже никто не проникал. ОКЦ – одна из визитных карточек Благовещенска и популярное место отдыха. Каждое лето радует новшествами. В этом году здесь откроется экстрим-парк. А для уличных художников оборудуют специальные стенды. Может быть тогда, надеются сотрудники ОКЦ, художеств на стенах поубавится. Наталья Спицына, Михаил Величкин, программа «Город». А у жителей Бараков по Фрунзе другая беда. Сегодня рано утром там снова горел дом. Это уже шестое возгорание с начала года. По ночам собственники патрулируют район и проводят собственное расследование. Пришли к выводу – их поджигают намеренно. Своими версиями поделились с нашим корреспондентом. Ну все, пойдем. В 11 часов вечера супругом Хромешкиным не до сна. Уложив пятилетнего ребенка спать, Вероника входит в роль шефа. И пусть нет серого пальто, кепки и лупы, зато есть фонарик. Он помогает жителям Бараков патрулировать район. А началось все 23 февраля, когда загорелись сараи, стоящие неподалеку от жилых строений. С тех пор происшествие зачастили. Здесь жила баба Маша. Жить здесь, как видите, невозможно. Поэтому здесь она больше не живет. Дом сгорел дотла. Она съехала так же, как и другие соседи. Женщина, она живет в соседней квартире, получается. Она работает вахтовым методом. Она до сих пор на вахте. Она скоро возвращается, но не знаю, куда она вернется. А у нее все дотла сгорело? У нее все дотла, все чернота везде. Тут забор подпаливали тоже через сутки. Что происходит? Ничего не понимала. Аналогично. В том, что это именно серия поджогов, у жителей нет никаких сомнений. И сотрудник МЧС на следующий день, когда приезжала, она выставляет тоже версию поджога. Они там вроде даже определили очаг возгорания. Место именно, где возгорание было. Внутри, в веранде. Предположительно, что в окно что-то могли закинуть. Впрочем, кто же тот самый злодей Карбофос, людям, живущим в постоянном страхе, выяснить пока не удалось. Есть только предположения. Соседи говорят, что видели белую машину, иномарку. Может, они бросили какую-нибудь бутылку зажигатель смеси. Возможно. Кто-то видел мужчину лысого, что ходил, бродил рядом с этими сараями. Кто-то говорит, что приезжали на велике. И три дня подряд, после уже пожара, приезжал парень на велике и постоянно все расспрашивал, интересовался. Роль сыщиков, кстати, люди применили не из-за повышенного авантюризма. Правоохранители посоветовали. Когда мы спросили у сотрудников полиции, что нам делать, как нам ночевать, у нас дети, нам страшно просто спать ложиться. Нам сказали, ищите, пытайтесь поймать, собирайте факты, доказательства, какие-то номера записывайте у подразительных машин. Сами разбирайтесь, устраивайте камеры. Впрочем, в полиции заверили, они разбирательство по серии происшествий тоже ведут. Заявления по факту возгорания на улице Фрунзе в полицию поступали. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. Назначены экспертизы, которые проводятся уполномоченными органами. В принятом решении заявители будут уведомлены. Анжелика Павлова, Михаил Величкин. Программа «Город». Фронтовыми песнями и добрыми словами поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, курсанты ДВОКУ и представители власти. 71-ю годовщину Великой Победы в прославленном училище начали праздновать накануне. Мы всегда считаем надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». Так вот, пускай эта надпись остается здесь. Мы должны помнить этих людей, кто дал нам свободу, кто обеспечил нашу жизнь. Поддерживать эту память помогут и книги, которые презентовали на торжестве. Библиографический словарь господа офицеры Владимира Беленцева и сборник стихов и поэм «Покидая урочище черного дракона» Валерия Разгоняева увидели свет благодаря муниципальному гранту. Первый экземпляр из рук авторов в подарок получило руководство училища. А Валентина Калита, в свою очередь, отметила, какая важная задача лежит на современных военных. Я благодарю вас за то, что вы продолжаете дело своих старших братьев, сестер, отцов, дедов. Я говорю вам спасибо за то, что вы сегодня делаете для того, чтобы сохранить для всех нас это маленькое, хрупкое, но такое красивое снова мир. Четыре медали привезли из Хабаровска Благовещенские кроссфитеры. 1 и 2 мая там прошел дальневосточный турнир по функциональному многоборью. Участие в нем приняли 78 спортсменов из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Уссурийска. Силу и выносливость атлеты демонстрировали в трех категориях. ОФП, кроссфит скейл – это облегченная версия функционального многоборья, и кроссфит РХ – дисциплина для тех, кто не привык жалеть себя. Золото и серебро в последний досталось Алексею Линченко и Игорю Куперцеву. Своё звание спортсмены подтвердили уже во второй раз, а вот упражнения, с которыми им пришлось столкнуться, оказались и новинку. Были такие упражнения с сэндбэгами, то есть сумки такие с песком, они были очень тяжелые, надо было с ними бегать, надо было их перекидывать, это можно до бесконечности все комплексы выдумывать. Поэтому реально подготовиться на все 100% к соревнованиям каким-то, ну это просто невозможно, потому что каждый раз что-то новое. В категории ОФП второе место занял Абдурашид Раджабов, а Анатолий Зайнуддинов стал третьим в кроссфит скейл. Следующий турнир для кроссфитеров пройдет в Благовещенске 28 и 29 мая. Кроме того, наши атлеты поборются за выход на чемпионат России. Онлайн-отбор на соревнования стартует в ближайшее время. Танцоры ансамбля «Мы» привезли с Байкала два первых места за участие в фестивале «Москва-Байкальск. Транзит». Всероссийский конкурс проходил в 12-й раз. В Байкальске выступили 40 человек. Это почти полный состав ансамбля. Чтобы получить дипломы первой степени, юным танцорам пришлось потрудиться. В конкурентах у них были три десятка сильнейших коллективов Сибири – из Улан-Удэ, Иркутска и Шелихова. Конкуренция была достойная. Было где поволноваться. Мы участвовали в двух номинациях – младшая группа «Эстрадный танец», средняя группа «Народный танец». И в двух номинациях мы стали обладателями первых премий. Исполнители представили на фестивале пять танцев. Оценивало детей профессиональное жюри, среди которых была даже педагог школы-студии МХАТ. По итогам конкурса юные члены коллектива получили высокие оценки за хореографическое мастерство и стилистически выдержанные костюмы. Четыре десятка праздничных торжеств – концертов, акций, возложений – пройдет в Благовещенске в предстоящие три дня. Но основные состоятся накануне и в сам День Победы. О самых масштабных мероприятиях, которые горожанам никак нельзя пропустить, сейчас расскажет Анжелика Павлова. Основные торжества, посвященные 71-й годовщине Победы, начнутся в Благовещенске 8 мая в 9.30 утра. В сквере воинов-интернационалистов пройдет церемония возложения цветов к памятнику. Через полчаса уже на площади Победы почтим память тех амурчан, которые не вернулись с фронта. Их было 36 638 человек. Сразу расходиться по домам не стоит. После возложения друг за другом стартуют акции «Вальс Победы» и всероссийский флешмоб «День Победы». Известную песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова исполнят вместе несколько сотен горожан. 9 мая в 10 утра войска Благовещенского гарнизона всего более полутора тысяч человек пройдут торжественным маршем по главной улице города от площади Ленина до театральной, как тогда в далеком 45-м, когда в стране праздновали победу советских войск над фашистами. А в полдень по улице Ленина двинется бессмертный полк. В этом году пронести фотографию своего славного предка решили 8,5 тысяч горожан. Шествие начнется на УКЦ и завершится на площади Победы. Сделать настоящее военное фото, отправить фронтовое письмо, побывать в полевом военном госпитале и не только можно будет 9 мая в городском парке. Здесь, как и в прошлом году, раскинется настоящий Парк Победы. Откроются площадки в полдень и будут работать до самого вечера. Здесь же, кстати, можно будет устроиться на военную службу по контракту в рамках акции «Твой выбор». Завершится праздничный день по традиции фейерверком на главной городской площади. Он начнется в 21 час 53 минуты и продлится целых 7 минут. Анжелика Павлова, Михаил Величкин. Программа «Город». Масса интересных мероприятий ожидает благовещенцев и в преддверии Дня Победы. Чем разнообразить предстоящий уикенд, сейчас расскажем. В полдень субботы любители танца «Живота» ждут в островах. Конкурс пройдет в районе Эйфелевой башни. В 13 и 18 часов актеры театра драмы покажут горожанам ленинградский романс. А в 5 часов вечера молодые артисты представят душесчипательный спектакль «Завтра была война» на сцене ОКЦ. В воскресенье выдастся спортивным. В 10 утра в клубе «Абриколь» состоится турнир города по бильярду среди ветеранов. В полдень стартует финальный Кубок России по футболу в зоне Дальний Восток. Поболеть за благовещенцев можно в 15 часов на стадионе «Спартак». Там же состоится награждение. В 19 часов в островах пройдут танцы со звездами. С 10 утра в День Победы на площади Ленина выставят военную технику. Посмотреть на нее горожане смогут до 11 вечера. В 14.00 в Центре эстетического воспитания выступят ровесники. Через полчаса на площади Ленина будут бегать, отжиматься и подтягиваться. Отделение партии «Единая Россия» подвело итоги конкурса рисунков о войне, который проводила с февраля этого года. Из 200 участников выбрали 13 победителей. Среди них ученица 16-й благовещенской школы Татьяна Танких. В процессе написания картины извела половину стержня гелевой ручки. На своей картине я изобразила Василия Теркина, который играет на баяне. Возможно, он рассказывает о своих приключениях своим соратникам. Меня очень заинтересовал этот персонаж тем, что он, несмотря на все ужасы войны, он оставался позитивным и пересказывал своим товарищам о своих сражениях, что они пережили. Свои работы на конкурс прислали ребята из Белогорского, Зейского, Ивановского, Константиновского, Свободненского и Серышевского районов. Оценивала их компетентная жюри, сведущая в военных делах. Некоторые работы к участию не допустили. В них были элементы фашизма, свастика и немецкие каски. Впрочем, большинство художников сделали упор все-таки на русских солдат. Мы увидели не просто сюжеты. Мы увидели фотографии, очевидно, ваших близких, родных людей, которые отдали жизнь, отдали все свое предназначение для того, чтобы сохранить сегодняшнюю страну. И на сегодня у меня все. Напоминаю, наши новости всегда в доступе на сайте tv-город.рф. Звоните к нам в редакцию по телефону 52-4202. Приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова